Юлдузский дом культуры. Именно здесь собрались самые талантливые творческие представители своих школ, учащиеся в общеобразовательных учреждениях города и района. Они стали участниками фестиваля «Шанталинские чтения». Посвящен конкурс талантов Виталию Шанталинскому, писателю, поэту, прозаику, журналисту, публицисту и общественному деятелю. Родившись в Сибири, он волей судьбы оказался на Чистопольской земле. Его отец работал в совхозе Стахановец, ныне Юлдузи. Именно здесь и прошло детство Шанталинского – самые чудесные годы жизни, как любит говорить сам писатель. Поэтому фестиваль и проходит в поселке Юлдуз и основные организаторы его – педагоги местной школы. Фестиваль растет и ширится. Фестиваль – это движение талантливых и творческих людей. Нам прислали работы проектные, исследовательские, произведения авторские, стихи, рассказы на татарском и русском языке. Очень много работ в номинации «Волшебная кисть», «Мастерская семьи», «Кладовая семьи». Мы очень рады, что фестиваль наш растет. Ни одна городская школа не осталась без участия на фестивале. Сельские школы, Каргалинская гимназия, Тацарсазы, Кубасы, Старая Ромашкина – все эти школы представили учеников. Очень много, конечно, наших юлдузских, потому что это наш родной фестиваль. Действительно, фестиваль набирает обороты с каждым годом. Впервые он прошел в 2013-м. Тогда в чтениях участвовали ученики только юлдузской школы. А уже нынче участниками четвертого открытого фестиваля «Шанталинские чтения» стали более сотни ребят, которые прислали на конкурс свыше 150 работ. Этих и мальчишек, и девчонок подготовили 60 педагогов. Провести фестиваль в таком масштабе помог выигранный школой грант для социальных проектов от компании «Рите», говорят организаторы чтений. Каждый год здесь собираются самые творческие, инициативные, креативные учащиеся нашего района. Мы сегодня стали наблюдателями ярких открытий, новых идей. И хочется отметить, что каждый год организаторы данного фестиваля относятся к данному мероприятию особым энтузиазмом и придумывают разные краски. Одна из конкурсантов – Дарина Киргизова. Ученица 6-го класса юлдусской школы уже 5 лет пишет стихи. На фестивале она представила одно из своих произведений – стихотворение «Сирень». Цветет сирень у нас в саду, цветет и пахнет сладко, нежно, и свежесть манит так себе, душистой грозью белоснежной, несет мечту куда-то вдаль, манящий запах той сирени, снимает как рукой печаль и останавливает век. В Доме культуры состоялась финальная торжественная часть фестиваля. До этого все участники стали свидетелями мастер-классов и обсуждений конкурсных работ, которые проходили в местной школе. Всего же с проектами и творческими работами, присланными на фестиваль, организаторы знакомились не один день. В качестве жюри выступили педагоги, члены литературных объединений «Ступени» и «Энжелер», которые в свою очередь дали высокую оценку фестивалю. Только что кончился мастер-класс, где мы с ребятами говорили о Шанталинском, о его замечательном творчестве, о том, что он очень много дал нашей земле юлдусской, чистопольской. Конечно, ни один фестиваль не обходится без участия самого Виталия Шанталинского. В первый год проведения чтения он присутствовал на них лично, в другие годы общался по телефону или скайпу. В этом году Шанталинский отправил участникам встречи видеописьмо. Я рад снова встретиться с вами, вы меня видите, слушаете. И мне совсем не трудно послушать ваши голоса, представить ваши лица, как вы держите спинку, берутся в одну селекцию, где проходило детство и ваше, и мое. Я желаю вашему фестивалю новых побед и вершин. Горячий привет юмдозу всем вам, детям и взрослым. Победители фестиваля получили благодарственные письма, отметили и педагогов, подготовивших ребят. Торжественная церемония награждения победителей чередовалась с показом лучших конкурсных работ и музыкальными номерами. Хочу быть сельским учителем, Мой замысел детский рост. В России есть город чистого, И чистая речка брось.